Ты хороший парень. Для вас это комплимент или оскорбление. Например, если бы я описывал тебя другу, Майк клёвый парень, он хороший парень. Это уместное выражение. Но если ты зовёшь девушку на свидание, она отказывает и говорит тебе, знаешь, ты такой хороший парень, но ты не в моём вкусе. Ты не в моём вкусе. Ты не в моём вкусе. Выражение «хороший парень» часто используется женщинами как описание парней, которых они считают слабыми. В этом видео выкидываем клише «хорошего парня» и вместо него становимся реальным мужиком. Реальным. Что это значит? Об этом в сегодняшнем видео. Первый шаг, чтобы стать настоящим мужчиной, это быть ответственным. Когда ты ответственный, то ты обладаешь стопроцентными правами. Когда ты владеешь ситуацией, то тебе доверяют тому, что ты делаешь и чего не делаешь. Когда ты берёшь на себя 100% ответственности за всё, что происходит в твоей жизни – хорошее, плохое – то ты получаешь возможность что-то менять. Ты понимаешь, что у тебя есть силы и возможности изменить свой курс в том направлении, в котором ты хочешь идти. Когда речь идёт об ответственном поведении, то есть пять частей. И первое – это честность. Ответственный мужчина честен, но он искренен не только с людьми, но и в первую очередь собой. Далее, ответственный мужчина умеет сострадать, я имею в виду, что такой мужчина не спешит судить. Он понимает, что у людей свой путь, свой взгляд, поэтому надо стараться относиться к каждому с уважением. Ответственный мужчина старается быть справедливым, он осознаёт, что у него есть сотни предрассудков. Мы все растём со стереотипами. Это то, как мы, люди, развиваемся и воспринимаем мир. Мы всё складываем в коробки, мы ищем короткие пути, поэтому он понимает, что у него их куча и что он не лимитирует его мировоззрение, поэтому он старается от них отстраниться, чтобы быть справедливым ко всем. Ответственный мужчина, надёжный мужчина, и под этим я имею в виду, что он признаёт и принимает последствия своих поступков. Как много раз в жизни мы старались делать правильные вещи, но мы знали, что это уведёт нас в сторону. И вот в чём дело, ответственный мужчина это понимает и делает правильные вещи. Это приводит нас к мужеству. Ответственный мужчина делает то, что правильно. Он понимает, чтобы пойти против толпы, надо обладать мужеством. Если ты знаешь, что на самом деле верно, то делаешь то, что правильно, несмотря ни на что. Следующий пункт, наверное, будет сюрпризом для вас, ребята. Быть эклектичным. Под этим я подразумеваю, что надо обладать различными интересами. Образование, которое включает в себя больше, чем одно узкое направление. Это в порядке вещей, что люди получают многоплановое образование. Но сегодня люди больше сфокусированы на том, чтобы получить навыки, которые позволят им платить по счетам. Они считают, что у них должны быть более узкие интересы касательно их сферы. Конечно, быть нацеленным как лазер на образование без каких-либо отвлечений имеет смысл. Если ты учишься на адвоката или доктора, о чем я вам говорю, так это о том, что не стоит быть однонаправленным. Когда ты был маленьким, у тебя были сотни мыслей о том, кем ты можешь стать. Все эти мечты. Но когда мы взрослеем, мы забываем обо всех этих желаниях, и это может сделать вас очень скучным. Вы становитесь слишком сконцентрированным и близоруким. Вы не видите ничего за пределами. Допустим, вы электрик или плотник или слесарь. Как насчет того, чтобы завести интересы за пределами этой области? Может, вам нравится стильно выглядеть, наверное, поэтому вы смотрите мой канал. А может, по выходным вам нравится ходить в разные места. Вы хотите что-то делать, например, танцевать с женой. Это совсем другое занятие, в отличие от работы руками. Может, вы профессор, и все, что вы учите, это теория, ну а по выходным вы пачкаете руки. Выходите в поход, занимаетесь выживанием и учитесь пользоваться оружием для самообороны. Возвращаясь к примеру с доктором, лучший педиатр у нашей семьи был самым настоящим эклектиком. Она приехала из Москвы, Дина. Она там закончила свое обучение, я работала врачом в России несколько лет. Затем она эмигрировала в США, и ей пришлось проходить заново через нашу медицинскую систему и курсы, чтобы стать врачом уже тут. Суть в том, что у нее было очень разнообразное образование. Две системы образования. А те, кто жил за границей, понимают, что медицинская система отличается. Моя жена приехала в эту страну. Она была в ужасе от того, как врачи тут выписывают антибиотики. Она встречает Дину, и это была любовь с первого взгляда, потому что она разбиралась в двух системах. Она взяла от них лучшее и объединила. Поэтому она смогла дать моей жене рецепт, который ей был нужен. Лично мое эклектическое образование и опыт сделали для меня многое. Мое образование показало мне столько всего, о чем я даже не имел понятия. А мой опыт – это армия и предпринимательство. Жизнь за границей позволил найти и познакомиться с людьми, с которыми я бы не познакомился, если бы не сделал это. Следующий шаг к тому, чтобы стать настоящим мужчиной – это быть оригинальным. Быть оригинальным – значит быть настоящим. Быть неповторимым. Быть искренним. И для меня это олицетворяет мой канал. Я, может, неправильно говорил название на французском. Может, факты, которые я приводил, не всегда были настоящими. Я стараюсь. Но вы не можете поспорить с тем, что я всегда был искренен с вами. И умирая, я уйду со спокойной душой, так как точно это буду знать. Я был настоящим и честным с тем, что я знаю. Да, когда я смотрю иногда свои старые видео, меня прямо кривит. Я не всегда соглашаюсь с собой. Мое мнение, возможно, изменилось. Но я всегда говорил с верой в то, что я знал в то время. И это означает быть оригинальным. Это быть прозрачным. Это не означает быть собой. Это часто можно слышать. Но если вы и хотите быть собой, то будьте лучшей версией себя. Быть аутентичным, быть оригинальным, быть настоящим. Это значит говорить от сердца, давать людям все и ничего не утаивать. Не обманывать, не лгать. Люди это могут распознать. Вот что мне нравится в видео. Вы можете их смотреть снова и снова. Смотреть старые видео. Сто видео назад. И вы увидите, что это как раз то, что позволило моему каналу стать успешным. Это то, что мы аутентичны. И это же сработает и для вас. Если вы искренне в общении, когда вы честны на сцене, вы поймете, что это лучший способ для общения, потому что люди доверяют честным людям. Следующий способ – это обладать смелостью любить. Буду искренним. Последний пункт для меня является сложным, потому что, когда я рос, я не особо проявлял любовь. И это, наверное, какой-то защитный механизм. Мой отец нас бросил. Он просто перестал с нами общаться. Мы провели с ним одно лето, и все. Он повторно женился и не хотел с нами иметь ничего общего. Я, мой брат и моя сестра, Елена, чувствовали себя брошенными. Моя сестра покончила жизнью. И когда ты проходишь через такие потери, когда ты думаешь, что если не любить людей, то это сделает тебя сильнее, они не могут тебе навредить. И это неверно. Я понимаю, есть так много людей, которым нужна любовь. И они хотят получить вашу любовь. У вас есть много друзей. Да, мужчины любят друг друга. Это никак не связано с вашей ориентацией. Это просто умение показать, что этот человек, который с тобой рука об руку, вы служили или учились вместе, и он всегда был рядом, доставал тебя из тюрьмы или еще что. Он прикрывал твою спину. Может, пора ему сказать, что вы его любите, и что переживаете за него. И вот в чем дело. Когда вы дарите любовь, то она приумножается. Это не делает вас слабее. Обладать смелостью сказать человеку, кто бы это ни был, что вы его любите, что вы о нем переживаете. Ого, да, кстати, я вас тоже люблю.